Листвянка 9 января По многолетним наблюдениям местных жителей, лед на озере должен встать, если не сегодня, то завтра. Но такому опозданию люди только рады. Вода согревает воздух. И в Листвянке сейчас теплее, чем в городе. Даже когда на термометре минус 15, как сейчас, здесь на берегу Байкала суровые сибирские морозы. Совсем не чувствуются. По улицам Листвянки гуляют десятки туристов. Однако многие из них взволнованы. Не скажется ли аномальное тепло на флоре и фауне Великого озера. Те, кто приезжают в Листвянку, первым делом идут сюда. Торговля, хоть уже и не сезон, идет бойко. В среднем в день продают около 200 хвостов. Цена туристов не смущает. Такая вот, допустим, 100 рублей. Хотя она в том году где-то, ну, рублей 70-50 была. Вот такие, считай, по 300. Такие 150. Раньше вот она в том году по 100 была, где-то по 80. В этом году омуль подорожал почти на 50 процентов. Сказалось, повышение закупочной стоимости. Омуля нет вообще сейчас никакого. Здесь его нет вообще у нас на Байкале. Мы его покупаем, привозят. С другой стороны. Ну, 210 рублей сейчас везут килограмм. В том году она что, 160 рублей была. Очень выросли цены. Мы покупаем, мы делаем, готовим, продаем, как бы без проблем. В дефиците омуля виновата погода, уверены ученые. Доктор наук Василий Смирнов говорит, в последние годы, когда зима и лето теплые, а межсезонье ненастное, улов рыбаков сокращается в десятки раз. В такие периоды рыбу поймать непросто. Для омуля, для поддержания его численности, для самосохранения главное, чтобы прогрелась пелагеаль. Вся верхняя толща, вот, верхняя толща, Байкала, да? Вот. Тогда там развивается в хорошем, большом количестве корм, кормовая база. И он к берегу даже не подходит в эти годы. Зачем ему к берегу подходить, когда там корм есть? А у берега кто? Рыбаки, нерпы там больше концентрируются, там сети, ставные они, вода и так далее, и так далее. Омулю в аквариумах Байкальского музея о еде беспокоиться не нужно. Мало волнует погода за окном и нерпу мусю. А вот свободные байкальские тюлени сейчас чувствуют себя прекрасно. Затяжная и ветряная осень, говорят биологи, гарантирует появление большого потомства. В этом году популяция пополнится 15 тысячами бельков. А еще поздно вставший лед на озере достаточно тонкий, поэтому животным будет проще сделать так называемые продушины – ледяные пещеры, в которых будут расти нерпята. Галина Тюрнева, Николай Крупченко. Новости сейчас.